Экстренные службы округа будут эффективнее отслеживать и реагировать на новые очаги возгорания. Ростелеком совместно с Авиалесоохраной, Департаментом недропользования и природных ресурсов Югры устанавливают точки системы видеомониторинга под названием «Лесохранитель». Это 77 камер в 9 районах округа. Как работают приборы, узнаем в следующем сюжете. Мы находимся в поселке Болчары. По плану у нас смонтировать камеру по проекту лесоохраны. Начинаем работы. Вот такая вот камера. Будет оберегать людей и лесопожара. Туда ее нужно нам закрепить. Камера на вышке и готова к работе. Вот так она снимает. Прибор делает полный оборот вокруг своей оси каждые 5 минут и видит возгорание на расстоянии до 45 километров. При обнаружении малейших признаков дыма в диспетчерскую авиалесоохрану моментально поступает сигнал. Видно дым-точка или потенциально опасный объект. На камере отображается красная такая рамочка, которую надо отрабатывать диспетчеру, который сидит за пультом управления. Да, данная дым-точка была зафиксирована вчера, о чем было незаметно сообщено в Ханты-Мансийское объединение. После чего была направлена группа ПХС в количестве 6 человек на катерах. Сверхчувствительные камеры снимают круглосуточно и оповещают диспетчера в автоматическом режиме. Расположены в лесных массивах, вблизи населенных пунктов. Большая часть приборов находится в труднодоступных местах. Аппаратно-программный комплекс работает с использованием современных нейросетевых технологий. Внедрение аппаратного комплекса позволит на самых ранних стадиях обнаруживать очаги возгорания. И экстренные службы смогут оперативно реагировать на эти очаги. Соответственно, пожар можно будет быстро локализовать и устранить. Пять камер уже работали в Югре ранее и показали свою эффективность. Поэтому в этом году устанавливают еще 77 единиц. В дальнейшем планируется покрыть системами видеонаблюдения всю территорию округа.